Красочный состав этого необычного поезда видно издалека. И особенно выделяется недавно отреставрированный вагон, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Его обновленную выставку в Кандалакшане смогли увидеть впервые, хотя и остальные 8 вагонов по своему содержанию были не менее интересны. Последний вагон уникальный, просто уникальный вагон, не имеющий аналогов, где показано не только боевой, но и трудовой подвиг наших железнодорожников. Есть вагон посвящен новейшим разработкам, новейшим местам работы, например, дежурной по станции или оператору сортировочной горки. Также есть вагон посвящен нанотехнологиям. Вообще все экспонаты очень уникальные и интересные. Передвижной выставочный лекционный комплекс был создан компанией «Российские железные дороги» для того, чтобы рассказать и показать жителям нашей страны историю развития отечественных железных дорог, а также познакомить с профессией железнодорожника. А новая экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, наконец-то стала последним звеном в исторической цепочке. Наглядность выставки просто поражала. Все объекты на макетах проработаны до мельчайших деталей. И движущаяся уменьшенная копия состава выглядит абсолютно как настоящая. Не умеющая аналогов выставка, конечно, каждому посетителю подарила массу эмоций. И взрослые, и дети признались, что узнали много нового и интересного о российских железных дорогах. А все желающие также выражали свой восторг в книге отзывов. Паровозы скоростные эти самые. Скоростной показывает, первый мужчина рассказывал. Все-все понравилось. Отлично. Очень даже хорошо. Хорошо, что я сюда попала. Интересная выставка получилась. По-моему, они постарались. Вообще не знаю, как они так сделали, но наш мир достигает хороших технологий. Очень понравился вагон второй, потому что он интересный. Там очень много электрических поездов было. Третий вагон, потому что там есть двухэтажный поезд, а я на нем ехал. К сожалению, в этот раз в нашем городе выставочный состав задержался лишь на один день. Однако, в связи со старетьем Мурманской железной дороги, поезд должен посетить больше станций. И на каждую из них отведено меньше времени. Всего за время своего движения передвижной музейный комплекс посетил более 600 населенных пунктов. Его экспозицию посмотрело более 750 тысяч человек. А после Кандалакши уже завтра он отправится в Карелию. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова